и снова здравствуйте всем привет и так вот такой персонаж я тут добавил ему конечно цилиндры не стал затягивать ролик вот они это будет пальцы так вот таким вот образом выглядит наш персонаж и тут теперь вот вопрос стоит какого персонажа из этого персонажа делать или реалистичного или допустим с этого мультяшного ну давайте посмотрим что тут можно сделать так у нас здесь разные саптулы что нужно сделать перед тем как вот увидите сколько саптулов перед тем как начать лепить нужно все это дело объединить это значит маршдаун маршдаун это а у вас чтобы уже на одну кнопку нажимать сейчас мы руки вот они все сейчас до конца все вот персонаж у нас значит объединен делаем прозрачность чуть побольше многие в глине не любят когда я люблю да но это самый лучший материал почему потому что видно полностью и свет как падает на какие-то части я вот наверное в этом материале и буду лепить так вот теперь он видите ярко видно все вот эти переходы рекомендую лепить только в глине те кто говорят что нужно лепить допустим вот в таком материале меньше их слушайте потому что человек который лепит вот в таком материале или хочет скрыть недочеты именно в модели какие-то детали вот тут все сливается и он симпатично выглядит если вы будете лепить в глине то все косяки какие-то части вот вы видите что они будут видны полностью они по-любому вам бросятся в глаза и это кстати помогает так теперь что нужно сделать у нас пятьсот четырнадцать тысяч полигонов сейчас я вам еще одну фишку покажу как многие лепят я так не люблю это значит делаем геометрии дайна мэш именно по максимуму потому что нам нужно высоко полигональная одна модель вот девятьсот двадцать пять тысяч полигонов мы делаем дубликат и вот как все это дело происходит смотрим дальше геометрии значит делаем дальше геометрии это по прошлым роликом я уже показывал уменьшаем значит полигонаж вот этот как он таргет полигоны чтобы поменьше их было так за ремеш нажимаем сейчас все это дело прогонится и посмотрим как многие лепят это с одной стороны может и хорошо ну по мне как так неудобно и так модель прогналась сейчас посмотрим вот отключая нижнюю вот видите уже можно с ней начинать лепить вот такая у нее сетка прикольная и что делают многие значит вот болванка есть делают ctrl d ctrl d ctrl d или там до 200 может получается у нас сколько тут три полигруппы вот эти вот три дивайда вот этих вот и смотрите как они начинают лепить допустим нам нужно пролепить грудь выбираем клей build up я всегда его ставлю на авто маскинг бакфейс маск для чего давайте в этом ролике еще раз покажу это значит добавляем аппенд я добавлю наверно план 3d план и смотрите вот когда мы начинаем лепить на 3d плане вы видите а сейчас так это ctrl z сделаем плану давайте дайна так дайна мэш наверно так а ну-ка задний вот появилась задняя стенка и смотрите когда мы начинаем лепить так что тут такое опять же почему такое дело смотрим что такое control w так ну давайте полигонаж добавим с планом всегда так выходит можно конечно с кубом было попробовать так оба на здравствуйте контрол за клана с планом не получится на показать так это длит муки и добавим а потом допустим даже не ладно сделаем control наложим маску и сделаем экстракт так ацепт теперь все саптула отключаем маску снимаем и смотрите вот у нас задняя стенка и вот мы начинаем что-то этакое рисовать вы видите что задняя стенка не выдавливается можно тут все работать выглаживать все нормально но если мы сейчас отключим опять же браш отключим бак фейсмаск смотрите что должно происходить видите на себя вытягивается вот эта пустота получается затрагиваются и задняя стенка и передняя передняя если нарастает то задняя вдавливается и тут точно также происходит вы видите так где тут вот так вот вот она вот это вот штука нехорошая вот тут дырка появляется и это очень есть плохо но если мы включим допустим опять же бак фейсмаск вот здесь давайте накидаем и вы видите что здесь стенка остается нетронутая задняя вот короче вот такая штука так эту маску снимаем и смотрите как начинают лепить многие да ну допустим вот прорабатывается какая-то мышца все вот так шифтом это выглаживается там где-то еще накидывается и потом получается что заходят в геометрии так это какая они эта часть пардоники вот на этой части вот допустим что-то накидывается масса там ребра там вся штука и вот в геометрии вот теперь они понижают до первого уровня и на первом уровне вот полигонами вот это все дело корректируют массу наращивают вот видите что с одной стороны это хорошо что вот именно полигоны увеличивают вот объем там какой-то потом так вот прибавляют и уже какие-то мелкие детали дорабатывают уже на высоких полигонах ну давайте попробуем так значит работы я никогда так не делал может быть понравится так это значит делит ok нижний нижнего персонажа и получается значит нам нужно сделать из него гамбала амбала что делаем так вверх если прибавлять то мог топологи так теперь геометрии и понижаем значит наши дивайды ставим x симметрию смотрите еще в чем проблема стал стала одна полигруппа можно дай нам и сделать конечно чтобы группы были вот эти оставались полигруппы но кому как удобно так теперь мы можем поднимать полностью вот эти вот все части я хочу поднадуть сделать их значит значит побольше крылья помощнее вот видите как хорошо теперь работать значит тут вот с этим мешем так так что еще можно сделать смотрите мы теперь маскируем вот эти ноги вот так вот раз так и чуть-чуть задницу маскируем делаем control и и сделаем значит скайл так вот уменьшаем все это дело по вот так я себе тоже представляю так это мы выглаживаем так выглаживать кстати можно на высоких полигонах а на мелких видите слишком большое получается это убирается очень много массы так давайте на первых полигонах вот этих накидаем массу но я так не работал никогда но кстати да так удобней массу нарабатывать нежели накидывать уже значит на высокополигональному так вот тут теперь накидываем массу тут тоже массу здесь тоже пока здесь сделать не получится очень точно так это значит руки тоже под накидаем накидаем здесь тоже вот так вот добавим так промежуточную тоже вот эту мышцу так здесь крылья еще доработаем накидаем ребра вот эти части так грудь чуть-чуть значит тоже побольше и чтобы еще что еще хотелось бы значит маскируем голову вот эту голову я хочу замаскировать чуть-чуть шеи захватим и обязательно чтобы захватить подбородок так теперь делаем опять же control и и делаем так можно по симметрии так скайл вот так чуть-чуть голову повыше так все нормально так control z так голову чуть-чуть так и чуть-чуть вперед во все теперь заднюю стенку выглаживаем накидываем на черепушку массу я вам скажу так удобнее работать конечно на порядок так накидываем массу сюда вот теперь видите какой у нас получился персонаж совсем другой вид ну что еще нужно сделать я его сейчас не надо придать ему именно четкую форму четкая форма это значит мне должен быть горб чуть-чуть вдавлено вот эти вот части так грудь чуть-чуть значит тоже опущена и вот эти банки вот эти еще побольше я хочу сделать чтобы прям так ну и заанимировать конечно у меня его пока не получается там нужно короче что там нужно чтобы когда вы делаете вот этого персонажа кости вставляете чтобы вот эти руки надуты именно правильно крутились все дело только в них многие все нормально спина все ходит офигенно но остальное все отказываются адекватно работать так здесь накидываем тут еще мышца так здесь округление так здесь у нас тоже корректировка вот этой мышцы в разные стороны тут тоже так выравниваем добавляем тут еще мышцы вот здесь вот раз так есть ноги ноги и получается смотрите чем больше у вас правильных деталей вот тут на этих всех значит вот сетка по симметрии и больше правильных деталей по массе допустим наложено да тем класснее нарабатывать потом вот эти вот мышцы так вот тут эти вот части тела да ну давайте голенячек накидаем так тут шифтом можно я сказал что шифтом лучше работать на высоком полигоне да так пальцы пальцы в принципе нормально получились придай нам с тут пальцы тоже не срослись тут можно их подкорректировать сейчас будем тоже прорабатывать налепливать это уже на высоком полигонаже и в принципе все вот у нас персонаж уже готовый вот он все вот у него тут пустоты тут у него мышцы вот так так тут еще на голову нужно мышцу тоже накидать вот это вот раз видите что тут происходит хреновастенько чуть-чуть так мы это не суть вопроса сейчас на высоком полигоне пройдем так что тут тут тоже накидываем ну вот уже у нас другой персонаж болванка одна допустим эта болванка будет подходить для больших для толстяков для качков да можно также живот ему тут добавлять больше делать живот тогда будет у нас вообще качок с животом сумоист может получиться так тут вот крылья побольше да так тут тоже побольше ну вот есть вот эти впадины это стыковка идет значит где вот идет мыши это потом только дай нам с опять же подправить все это дело подправить все это дело или вот выглаживать ведь и яма потому что там стык такой был но ничего это все дело закроется нам главное теперь вот персонажу как бы дать нормальный вид так тут побольше добавляем во внутренняя часть здесь тоже как бы жопа по моему должна быть вот и смотрите как у нас стоит персонаж но это для анимации это пойдет но давайте вот поприкольнее сделаем и вот выберем вот эти вот ноги делаем control размываем маску делаем control и значит теперь ротация гизма отключаем выбираем наши ноги и чуть-чуть их назад так теперь транспорт отключаем маскируем вот таким вот образом да и стопу поднимаем вот сюда все так у него и упор прикольнее вид прикольнее сбоку вот уже лучше я не знаю что еще с ним делать ну давайте прибавим полигонаж принципе он мне как таковой персонаж не нужен будет это для объяснения ну давайте чтобы заиграл значит наш персонаж сделаем ему значит какой-нибудь тип лица здесь мы накидываем губу так фиксируем значит ноздри через alt где-то что-то вдавливаем так здесь тоже проводим мышцу уводим ее значит на эту часть добавляем скулы вот так вот добавляем челюсть пусть она будет попышнее вроде такой качок значит у него челюсть должна быть вообще мощная так подбородок тоже для прикола нужно сделать такой побольше выпуклый вот двойной пускай даже можно сделать как нижнюю губу ну или если под анимацию делаем тогда уже сразу лучше делать вот эту вот впадину под рот где будут вставляться зубы даже можно прибавить интенсивности и побольше побольше чтобы потом не делать вычитание резку просто по полигонажу так вот по сетке нормальные убирать это все уголки так теперь все это так control z еще глаза давайте побольше так уберем здесь впадины сделаем так уж и за раз тоже вдавим чтобы потом гемору меньше накидывать здесь мочку ухо так задняя часть тоже можно альтом вдавить и прибавить толщину ухо здесь уже выводить так что еще можно сделать ну добавим форму черепа вот так раз так нос пойдет так губой тут на нос чуть-чуть подкорректировать давайте побольше вытащим будет пусть как у грузина что ли так здесь челюсть ниже допустим делать нужно так чтобы потом при анимации если будет анимация допустим все это дело не срасталось потом чтобы потом веса сильно не подгонять так вот раз так так тут у него мышца ключицу чуть-чуть можно изогнуть чуть-чуть сюда вот такой прикольный дядька давайте еще поэкспериментируем с этим нашим дым и попробуем дядьку этого еще больше под надуть значит теперь корректируем руки надо руки тоже чтобы были большие поднимаем заднюю вот эту часть голова спину спину значит побольше грудину чуть поменьше тогда вот так здесь тоже вдавим вот так эту часть задерем боковую задерем ну вот уже вообще так крылья еще больше надоем тут можно чуть-чуть по прибрать так ну вот уже другой персонаж получается можно еще поприкалываться допустим ноги еще поменьше сделать тогда вообще будет жесть control и так через alt подгадываем и через симметрию уменьшаем вот можно еще ноги у тут аж делать вот такие мелкие можно их приподнять повыше это вот так вот тогда тут чуть конечно придется пролепить но опять же увидите как ведет себя этот мышь ну смысле base mesh вот накидываем массы побольше так семерку убираем работайте всегда на двойке если где-то больше накидать на то да тогда уже можете накидывать как вам угодно так здесь тоже накидываем здесь значит бицуха трицепс так тут еще мышца вот этот на рост на рост сюда уходит здесь по боку на жопу здесь еще нога побольше вы видите как вообще работает все это классный мышцы вон работая откидай не хочу так вот сюда вот так раз так что тут еще с голенями давайте их еще больше сделаем и округлить трицепс тоже можно под накидать по округлить так это у нас локоть локоть можно тоже надутым сделать побольше так здесь у нас рука руки это отдельная тема это очень долго и геморрорно если каждую косточку там повторять так тут побольше включаем и вот так тут пролеплю значит нашего вот этот палец так здесь тоже накиды делаем делаем вот эти перегородки на пальцах мягкие так где-то что-то вытягиваем так что еще тут можно сделать ну где-то конечно округляем здесь вот на эту часть побольше идет тоже накид здесь палец чуть попышнее здесь подушка так вот так вот раз так теперь тут тут побольше накид идет здесь чуть выглаживаем и на косточке вот эти вот здесь идут косточки так что еще тут идет это кисточка так вот это ну и больше корректируем руку вот так здесь значит чуть поменьше это вытягиваем где-то делаем вот таким вот образом этот палец может чуть поменьше подальше как отвести как мизинец слишком толстый но можно вытащить пальцы еще можно сделать подлиннее здесь уже корректируемся визуально конечно так здесь тоже косточка вот это выходит здесь значит поменьше впадина идет вот здесь руку чуть помню на дуке ну со сранделем я конечно перебарщил это не проблема хотя тоже прикольно можно его так оставить чуть-чуть квадратного сделать так задние части тоже эти вытягиваем ну а персонаж конечно нужно где-то найти какие-то или самому нарисовать или найти какие-то рельфы чтобы знать кого лепить так здесь вот так вот ухи побольше челюсть тоже побольше что тут получается еще вот эту часть округляем такой хомяк получает все тоже неплохо но если поменьше сделать так раз скулы побольше челюсть поменьше башку чуть-чуть побольше толще голем так шея там нормально получилось толстенькая тут выглаживаем и таких персонажей можно наделать уйма тонких худых ну вот уже с этим мышим четко все каждую мышцу видно можно прорабатывать не растекается как если брать уже готовые мыши так ну и ноги ноги тоже тут выбираем кисточку и накидываем накидываем округляем потом вытягиваем так здесь вот тоже массы добавляем но это уже маленькая кисточка конечно дело это аккуратно все тут переходы вот эти вот вытяжки косточки вот эти маленькие чтобы изгиб был правильный так здесь вот так чуть вот ну то же время ну если нет большой как таковой спешки а почему бы нет так и здесь вот тоже под пальцами вдавливаем так компонуем вот эту вот вмятину тут вот так тут еще что-то тут проходы вот так здесь вот пятка уже накладывается так тут через альт еще можно побольше убирать здесь вот тоже так но остальное тоже вот поправляем где-то что-то вытягиваем где-то вот эту вот чем еще хорошо так работать наверно ну-ка да вот тонкие ноги можно делать на низких полигонажер полигруппах так это значит вот так ну и маленькой кисточкой вот можно тут придавать форму пальцем где-то какой-то затрать таким вот образом так это значит мизинец здесь нужно их разделить тут где-то склеились можно если не надо пальцами вставлять косточки для анимации движения пальцев в принципе можно и слипшимися оставить так что еще можно посмотреть так разобьется этот персонаж допустим на полигруппы если нам надо да ну находим полигруппы и делаем автогрупп нет значит групп визы был на полигруппы не разбивается так групп мерч сметрии так это не работает на это что а вот только так разбила так а ну-ка группа и норма у меня не разбивает вот это есть минус а если мы допустим доделали делаем дел лоуэр и пробуем опять же так полигруппы группу байнормал нет а ну-ка не только так разбивается визи был а ну-ка control w автогруппу а ну-ка маскинг маскинг байнормал нет полигруппы уже здесь не разобьются вот это не есть хорошо так а если вот на дай на мыши допустим вот теперь мы делаем персонажа геометре делаем дай на мэш ох ты слишком так control z control z и поменьше поставить резолюцию дай на мэш делаем дай на мэша ну-ка придай на мэш и сделаем так вот нет уже уже усил уже не получится так ну вот это такая штука так еще что можно сделать давайте попробуем вот за ремеш по группам сделать да допустим вот здесь вот хотим группу потом эту группу хотим потом группу хотим здесь вот по мышцам про провести так это делаем control w ставим поле f потом мы хотим наверно вот здесь вот сделать поле группу там поближе к этой поле группе рисуем плотнее так вот здесь вот так вот вот таким вот образом оп упускаю здесь вот тоже типа крыло захватывает как-то вот так тут на жопу пошло например короче так ладно вот здесь через альт что-то забросила кисточку так ну тут вот допустим так это будет еще группа дам теперь бицуха это тоже будет группа так через альт вычищаем потом рука это тоже будет группа пальцы можно тоже отдельно замаскировать так control а чё она так ну ладно вот так пускай раз делаем control w что еще можно сделать так control w через альт очищаем чтобы было тут тоже поле группа делаем control w и попробуем сейчас сделать за рмш так делаем геометрии делаем за рмш но только фриз групп или кип-групп а те кип-групп и вот увидите что у нас сетка сделалась по поле группам вот где мы нарисовали смотрим как значит вот она сетка сделалась вот они полосы идут там по краю так лицо с лицом конечно тут а ну-ка control w ну тоже неплохо все плохая сетка что ну-ка и дал здесь вот нужно с лицом еще чуть-чуть порисовать получше как где еще тут вот тут у нас тоже вот отбитая поле группа вот она тут вот поле группа лицухи отдельно это все можно потом классно все доработать ну словом вот такая штукенция персонажа я не вижу поэтому доделывать не буду потом может что-то созреет и пригодится эта болванка так кстати болванка будет в описании для скачивания пользуйтесь все всем пока до свидания